Да, алкоголь это нейротоксин, который может вызвать повреждение головного мозга. Да, алкоголь может вызвать рак, и возможно, потребление алкоголя нельзя считать выбором здорового образа жизни, так как это зависимый канцероген и все такое. Но рак это только убийца номер два. Убийца номер один это сердечное заболевание. Итак, как насчет французского парадокса? Разве умеренное употребление алкоголя не защищает от сердечно-сосудистых заболеваний? Как я уже объяснял, очевидно, французского парадокса не существует. Кажется, все это лишь мошенничество. Но это и привело к полному фиаску Ресвератрола. Одна серия 60 минут, предполагающая, что компонент красного вина Ресвератрол мог бы объяснить французский парадокс, породила исследование. Даже после того, как оказалось, что французского парадокса не существует, исследования продолжались, достигнув пиков 10 тысяч научных публикаций на сегодняшний день. И что же они обнаружили? После более чем 20-летнего успешного исследования, Ресвератрол не имеет доказанной активности над человеком. Одна существенная тема, которая постоянно возникает во всей этой объемной работе, подчеркивает тот факт, что данных по исследованиям на людей не хватает, несмотря на популярность Ресвератрола в качестве пищевой добавки. Ажиотаж в популярных СМИ о Ресвератроле действительно может оказаться не более чем маркетинговым ходом, использующим исследования, не проверенные на людях в качестве прикрытия. Когда вы видите такие графики, то знайте, они основаны на лабораторных исследованиях на животных, при массовых дозах, десятки миллиграммов на фунт, и поэтому, когда вы все почитаете, появляются так называемые эксперты, предполагающие дневную дозу граммов в день для людей. Хорошо. Так сколько красного вина вы должны выпить, чтобы получить это количество? О, всего лишь 5000 чашек в день или пару тысяч галлонов белого вина в день. Или 5000 фунтов яблока или винограда. Возможно, 50000 фунтов арахиса, это огромный сэндвич арахисового масла и варенья. Пара тысяч фунтов шоколада. Начните с миллиона бутылок пива. Конечно, это не очень помогает, когда ведущий исследователь по Ресвератролу признан виновным в изготовлении 145 фальшивых данных, подвергая суматохе всю область исследований. Вино может быть только хорошим, что в переводе для тех, кто его продает. Фиаско с Ресвератролом – это не единственный раз, когда диетические добавки не выполнили свое обещание. Известные примеры включают бета-каротиновые пилюли и капсулы рыбьего жира, где исследования 90-х годов показали, что бета-каротин в форме таблеток на самом деле лишь увеличил риск развития рака. А в 2013 году произошел сдвиг по добавкам рыбьего жира. От нет доказательств эффективности до доказательства отсутствия эффективности. Главный урок состоит в том, что то, что имеет биологический смысл и работает в пробирках и на лабораторных крысах, не всегда работает на людях. В конце концов, Ресвератрол является лишь одним из десятков тысяч идентифицированных компонентов. Размышление с точки зрения цельных продуктов может быть лучшим подходом для профилактики заболеваний и болезней. Например, как насчет того, чтобы вместо одного химиката, извлеченного из винограда в вине, просто не съесть цельный виноград? Для профилактики заболеваний цельный виноград, судя по всему, является наилучшим вариантом. Субтитры создавал DimaTorzok